Добрый вечер! Начал на телевидении «Диалог православия» и мы в прямом эфире. И вы вместе со мной можете задать свои вопросы. Священник Курнской православной церкви, благочинный монастырь Балашинской епархии, настоятель Николу Берликовского монастыря Игумина Елмени. Те с именей, добрый вечер! Добрый вечер, с постом всех! Великим постом принято в церквях совершать Таинство Собор вне. Еще помазывают маслом также и каждую субботу на всеночном бдении. Чем различаются эти два священодействия? Ну, вообще в церкви принято во многих случаях помазывать именно маслом. И это идет еще с Ветхого Завета. То есть это такая традиция церковная, еще ветхозаветная традиция. Мы считаем, что там помазывали и пророков, и царей, и священников на служение. Именно елеем помазывали. И, конечно же, эта традиция, она, естественно, перешла и в Новую Заветную Церковь. И у нас вот эти три вида, которые называются полиелей на вечерней службе, утренней службы, которые под воскресенье, под праздники, там помазывание освященным елеем происходит. Это миропомазание, которое идет во время Таинства Крещения. Это второе Таинство, которое совершается во время Крещения. Ну и Таинство Соборования. Вот эти три вида основных помазаний освященным маслом, они присутствуют в нашей Церкви. Конечно же, они отличаются многими моментами. И если брать полиелейное елеопомазание, это берется освященное масло. Это не Таинство. Это не Таинство, это такая традиция церковная, которая включает в себя праздничное богослужение. И на утренней службе перед праздником традиционный такой ритуал делается священникам, когда подходят все стоящие в храме молящиеся, и он каждого из подходящих поздравляет с праздником, говорит там «Слава тебе Боже, слава тебе», например, если праздник господский. Если там Пресвятой Богородице, праздники, значит, Пресвятая Богородица, спаси нас. Николай Водник, там, святитель Отече Николай, моли Бога о нас. И так далее. По каждому из случаев, почему служится праздничное богослужение, священник проговаривает и говорит с праздником. И в этот момент он на лбу, на челе каждого подходящего, делает крест кисточкой, обмакнувшись в масле освященном. Само масло освящается, ну, например, от каких-либо икон, или у нас, например, мы используем даже масло, привезенное с Иерусалима, с гроба Господня. То есть множество святынь, в которых есть освященные масла, и это можно даже такое собрание таких масел сделать, в зависимости от желания настоятеля. Туда же добавляется и какое-то благовоние, чтобы это масло не только передавало духовное такое радование для каждого, кто помазывается, но еще и благоухание, которое сопровождало его в течение какого-то времени, пока это масло у него находится на руках, на челе. Это тоже такое напоминание о божественном благословении. То есть это как божественное благословение, да? Это, да, символизирует благословение Божие, как и, я с чего начал, да, с Ветхого Завета, как там символизировало любое такое елеопомазание. Это благословение Божие на служение. То есть здесь мы подразумеваем под этим помазанием благословение Божие и каждого помазующегося, и дарование ему защиты, потому что крестное знамение, которым помазывает священник, да, чело человека, оно защищает от лукавого. Почему чело помазуется? Потому что именно там мысли, там чувства, желания, все в голове, и чтобы очистить нашу голову от нечистых помыслов и желаний, вот этот крестик накладывается на чего. Есть вот помазание во время таинства крещения. Это уже как таинство, да? Да, это одно из семи таинств, которые церковь восприняла из рук Господних. Мы помним, что сам Господь крестился на Иордане от Иоанна Крестителя. И, собственно, все остальные таинства, которые имеются в церкви, они дарованы нам самим Господом. Также и вот это вот таинство миропомазания, оно собой заменило рукоположение апостолов. Так как мы помним, что Господь благословил апостолов на их апостольское служение. Апостолы для того, чтобы передать ту благодать, которую они восприняли от Господа и были носителем коей, они это передавали всем своим ученикам через рукоположение. То есть они накладывали свои руки на учеников, таким образом ставили их или в священный сан, или в епископский сан. И они уже продолжали апостольское служение дальше. Церковь разрасталась. Иногда крестилось по несколько тысяч человек сразу. Конечно же, 12 апостолов не могли управиться сами с таким большим количеством желающих покреститься и рукоположение совершить на них. Поэтому они взяли мира, они его благословляли и раздавали уже священникам и епископам, которые помазывали при крещении миром, как такое рукоположение апостольское. Это символизировало руку апостола на том или ином крещаемом. То есть это было одно из таких таинств древнейших. Что такое мир? То есть в чём его отличие от того, как мы первый вариант разобрали на всеночном бдении? Это можно, в общем-то, любое масло использовать? Ну, обычно используется растительное масло, которое из солнечных, или оливковое масло. Это на всеночном бдении? На всеночном бдении, да. А миром масло здесь уже особенное. А миром, да, это другое совсем консистенция. Его варят определённым образом во время Великого Поста предстоятели церквей. То есть у нас патриарх варит это. Миро, там много составляющих. Основа также растительное масло, то есть оливковое масло, в которое добавляется очень много ингредиентов, в том числе и ладан, в том числе и миро. Миро – это смола определённого растения, которая очень такая душистая, ароматная, которая использовалась также в качестве и ладана в древние времена. Её тоже туда добавляют. Туда добавляют корень, колганы, имбиря и розовые лепестки. Множество, там до сорока составляющих. В итоге это миро, оно благоухающе получается. И так как оно изготавливается руками предстоятеля церкви, то есть из поколения в поколение передавали из рук в руки благодать Божию от апостолов, они таким образом это миро благословляют тем, что они сами его изготавливают, и потом уже раздают всей церкви в лице епископов, священников, в каждый храм, в каждый приход, в каждый монастырь, где уже они используют для меры помазания во время крещения. Таким образом, благодать расходится по всей церкви от нашего патриарха. Да, есть третий вид помазания, это соборование, которое сейчас проходит в церквях. Есть подготовленный сюжет, сначала посмотрим, а потом продолжим с вами разговор. Да, обсудим, конечно. Пожалуйста. Соборование, или как оно еще называется, елеосвящение, одно из семи церковных таинств, в котором при помазании тела специально освященным маслом елеем призывается на человека благодать Божья, исцеляющий немощи душевные телесные. Как и все таинства православной церкви, елеосвящение основано самим Господом Иисусом Христом. В Евангелии от Марка есть повествование о том, как святые апостолы, направленные спасителем мир, проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Апостол Иаков в соборном послании так изложил суть таинства. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстает его Господь, и если он садил грехи, простятся ему». Кроме телесного исцеления в таинстве спрашивается отпущение грехов, так как большинство болезней являются следствием греха, а сам грех – болезнь духовная. По изъяснению учителей церкви, при елеосвящении отпускаются грехи забытые, надо заметить, несознательно утаенные на исповеди. Однако совокупность этих грехов может тяжелым временем лечь на душу и стать причиной не только расстройств в духовном здоровье, но и как следствие заболеваний телесных. Другое название таинства елеосвящения – соборвание, потому что по уставу церкви его полагается совершать собором священнослужителей, состоящих из семи человек. Число 7 – символический знак церкви и ее полноты. В данном случае, по мнению святителя Симеона Солунского, число 7 определяется соотношением с числом даров Святого Духа, упоминаемым у пророка Исаии, с числом хождения иудейских священников вокруг Иерихона, после чего стены осаждаемого города рухнули, с числом молитв пророка Ильи, которым небо отверсто было и пролило дождь. Именно поэтому само последование таинства состоит в прочтении после определенных молитвословий семи различных отрывков из апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об исцелении, о необходимости веры упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого такого прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов совершается помазание больного освященным елеем. Помазание также совершается семикратно. Впрочем, церковь допускает совершение таинства тремя, двумя и даже одним священникам. С тем, чтобы он совершал его от лица собора и елеев, произносил все молитвы, совершал чтение и семикратно помазывал болящего. Для совершения таинства используется елей, растительное масло, чаще всего оливковое. Елей – один из древнейших религиозных символов. С глубокой древности это был не только продукт, употребляемый в пищу, но и лекарственные средства, и вещество для светильников, и косметическое средство. Изобилие елея воспринималось как знак Божьего благословения. Елеем натирали тело, волосы, елеем помазывали на служении пророков, священников и царей. Елей – оливковое масло, таинстве знаменует милость Божью, а добавляемое в него в небольшом количестве вино – искупительную кровь Спасителя. Еле освящение совершается только над верующими, находящимися в сознании, которому уже исполнилось семь лет. До семи лет ребенок не исповедуется, так как считается, что до этого возраста дети не осознают свои грехи, а также над православными христианами, которые страдают телесной болезнью или душевной. Впрочем, мало кто из живучих в наше время может считать себя абсолютно здоровым, даже при отсутствии тяжких заболеваний. В практике Русской Православной Церкви соборование совершается над всеми желающими во время Великого и Рождественских постов. Таинство может совершаться как в храме, так и вне его, например, в лечебных учреждениях или дома. Во время Таинства священник помазывает лоб, ноздри, щеки, рот, верхнюю часть груди, кисти рук с внутренней и с внешней стороны, таким образом освящая ум, чувства, сердце, дела и поступки человека. Специального приготовления к Таинству елеосвящения не требуется, но полезно и разумно будет соединять его с исповедью принятия святых христовых тайн, потому что по вере Церкви в соборование также подается прощение забытых нами грехов. Естественный человек, который поисповедовался, искренне очистил свою душу покаянием, тот с большей для себя пользой и пособоруется. Почему многие люди боятся соборования? Ну, действительно, у некоторых прям вот такой испуг в глазах, когда предлагаешь им, ну, вы не хотели бы пособороваться, ну, больному человеку, прям вот испуг в глазах, говорит, ну, а что я прям вот, я же не умирающий, да? Я не собираюсь умирать, да. Да, да, на что я постоянно отвечаю, знаете, я, ну, минимум 2-3 раза в год соборуюсь, ну, вместе с соборованием проводим, а потом друг друга, также священники в алтаре соборуем. И это очень благодатно и очень радостно, на душе покойно становится, тело укрепляется, дух укрепляется, то есть от этого не умирает, наоборот, укрепляется и тело, и душа. Ну, а пришло, я думаю, это все с запада пришло, в Каолической церкви, там это, так сказать, соборование, оно выродилось у них в последнее помазание, так называемое, то есть когда вот умирающего уже на смертном адре помазывает 7 раз, и он после этого, так сказать, отходит ко Господу. Ну, и даже были такие в средние века случаи, когда, если человек пособоровали, то он уже даже не мог свое завещание подписать, то есть изменить завещание, потому что считался уже умершим, хотя он еще жив был. То есть настолько вот это, так сказать, потеряло свою духовную ценность, духовный смысл, что превратилось просто в какую-то такую проформула, то есть просто бухвоедство. Поэтому, конечно же, это совсем не о том, и это совсем не про то. Мы соборуемся как минимум раз в год, должны собороваться, то есть это постановление Русской Православной Церкви дореволюционное, и каждый православный христианин, ну, необходимо был, так сказать, призывался Церковью к прохождению соборного во время Великого Поста, ну, или Рождественского Поста, то есть обычно во время этих двух постов соборование проходит. И, конечно же, это древняя традиция, благодатная традиция, потому что после этого таинства душа изменяется, и ей легче становится жить. Повторюсь, соборование, оно снимает забытые грехи, то есть те, которые человек уже никогда не исповедует, то, что он их забыл, то, что он помнит, он исповедует. – Малозначимый, наверное, да, что-то событие какое-то произошло, и всё? – Ну, по разным причинам, то есть мы соборуем после инстульта, например, человек, который жив, но он уже не помнит половину своей жизни, да, но как ему снять грехи с души, инсультнику, да, у него часть мозга повреждена этой болезнью, и, соответственно, вот только соборование даёт возможность ему избавиться от прегрешений оставшихся в прошлом, которые он не исповедовал по той или иной причине. Или другие какие-то обстоятельства жизни, ну, всякое может случиться. Или просто даже в бессознательном состоянии иногда соборовится человек, потому что, ну, конечно, причащать в бессознании человека не получается, он, ну, как проглотить тело и кровь Христову, не сможет, но соборовать, в принципе, допускается, и в этом также мы помогаем человеку избавиться от согрешений, вольных и невольных, которых он уже исповедоваться не сможет. Причём многие после собора не идут на поправку и выздоравливают, и потом ещё ходят много лет в церковь. Поэтому здесь совсем другая причина соборования. Соборование помогает человеку выздороветь для здравия. Мы, как вот апостол сказал Яков, что если кто-то болеет вас, да призовёт пресс-фитера церковный и помажет его елеем и выздоровеет. То есть мы для этого помазуем на соборование елеем, чтобы выздоровел человек, а не чтобы помер. Но соборование, оно не может заменить таинство исповедливости. Может, кто-то подумает, ой, скажет, у меня тут погребок, пойду, я бы собоюсь. Ну да, так удобно, да, и что это я буду там... Называть их не надо. Да, не надо ничего. Нет, конечно же, всякое лукавство Богу не угодно, и поэтому если человек начинает пытаться лукавить, и он помнит грех, но его не исповедует, это тоже грех. Нельзя так делать, надо... Пред Богом мы как будто на суде уже сейчас предстоим, и поэтому ничего скрывать не надо, а всё, что помним, всё должны на исповеди открыть Господу, и Господь это всё сотрёт с нашей книги жизни. То есть мы избавимся от всех согрешений, которые мы помним, через исповедь, таинство, которое дано самим Господом, апостолом. И лишь то, что мы не вспомним искренне, как бы мы не хотели, вот это стирается уже с оборванием. А как связаны грехи и болезни? Ведь мы сколько знаем случаев, когда в Евангелии, когда Господь, прежде чем исцелить человека, отпускал грехи, и потом говорил, иди больше не греши, иначе с тобой будет ещё хуже. Да, да не станет тебе, да, не придёт тебе более худшее. Но действительно мы понимаем, что взаимосвязь между душой и телом, она прямая. Мы даже в медицине есть такие понятия, как неврозы, психозы и прочее. И, конечно же, прежде чем взять что-то из лекарств и начать лечить тело, надо задуматься, а почему заболела та и иная часть тела. Ну, например, если человек страдает чревоугодием, то, конечно же, у него начнут болеть органы ЖКТ. Если человек гневливый или гордый, у него начинает болеть голова. Вот это всё взаимосвязано. Если человек блудит, то у него на этой почве возникают различные заболевания. И это всё взаимосвязано. Кроме того, это ещё передаётся по наследству, часть заболеваний. То есть это уже грехи не этого конкретного человека, а тех, кто до него грешил, его родителей или дедушек, прабабушек. Потому что в Библии мы читаем грехи родителей на детях до седьмого колена. Это не вычеркнешь из Ветхого Завета это постановление Божие. Оно совершается так же. Поэтому всё, что снимает с нас грехи, всё нам помогает выздоравливать. В том числе таинство соборования. Поэтому, конечно же, здесь в наших интересах собороваться. А можно ли собороваться не церковным людям, которые редко ходят в храм? Собороваться можно всем, кто крещён. Православная церковь, естественно. И, естественно, кто верует в Бога. И тут как бы это вполне естественное желание пособороваться. Почему в нём отказывать, если человек не ходил год, два, пять лет? Он изменился. Если он захотел уже собороваться, значит, у него уже есть такое желание прийти к Богу. Кроме того, мы знаем, опять же повторюсь, что в больницах лежат люди, которые всю жизнь не ходили в церковь. Но вот уже на таком болезненном адре, больнице, они желают прийти к Богу и зовут священников, чтобы их пособоровали, исповедовали, причастили. То есть тоже вполне естественное желание. Сказали, что один раз в год. Минимум. А сколько, как часто вообще можно? Ну, хоть в каждый пост. У нас вот четыре поста в году, вот такая периодичность достаточно, они распределены по всему году. И поэтому хоть каждый пост можно собороваться. Тут уже пожелание. То есть надо узнавать в храме, да, где там соборование? Да, да, ну в некоторых храмах, там вообще в течение года, там каждый месяц соборование проходит специально. Ну, при больницах, там где-то или еще в каких-то таких вот специализированных заведениях, где храм есть, там священник соборовит всех желающих. А вот мы видели на видео, там для чего держат зажженную свечу и в какой момент вообще вот ее зажигали с самого начала? Свеча – это источник света, да, то есть она зажигается для того, чтобы освещать пространство, ну, рядом со свечой. А мы знаем, что есть вот такой возглас во время литургии прежде священных даров, где священник зажигает свечу, поворачивается к прихожану, говорит, свет Христов просвещает всех. То есть тот свет, который Христос принес сюда, то есть его ангельская проповедь, весть о Царстве Небесном, что оно приблизилось и в него можно войти, это тот свет, который просвещает всякого, идущего к Богу. И свеча, она символизирует этот свет Христов. То есть зажигается семь раз в течение соборования в момент, когда читается Евангелие. То есть мы это напрямую связываем с зажжением свечи с чтением Евангелия, потому что именно из Евангелия мы черпаем тот свет Христов, который Господь принес в этот мир. У нас есть звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Добрый день. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Я знаю, что в храме не надо делать замечания, но очень часто отвлекают внимание люди, разговаривающие. И дети, которые остаются без родителей и гуляют по храму. Как себя вести в этих случаях? Подскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Действительно, это такая очень актуальная тема, потому что и мне, как священнику, также мешают разговорами в храме. То есть молитва, старание священника и прихожан, пришедших в храм помолиться и отдать это время беседе с Богом. Поэтому, соответственно, не рассеиваться в молитве, а наоборот, максимально сконцентрироваться на смысле молитвы, на смысле происходящего того или иного богослужения. И тут вот, так сказать, разговоры какие-то, суете рядом стоящие люди. Но не заткнешь же уши, да, действительно. Поэтому можно с любовью, без укора, без раздражения тем более попросить. Попросить, вы знаете, очень мешает ваша беседа, можно вас попросить отойти в притвор храма или на улицу и обсудить что-то, внезапно там что-то, нужно, наверное, что-то сказать. А про детей также они тоже очень сильно отвлекают от молитвы. Поэтому это задача родителей детей как-то вот приструнить, чтобы они тоже стояли, молились и не мешали беготнёй, криками. Я сюда отнесу ещё одно, так сказать, отвлечение – это телефоны. Какая-то такая благодатная атмосфера, какие-то таинства причастий, или евхаристический канон идёт, самая такая вот строгая часть литургии. И тут вот какая-то мирская мелодия в виде звонка телефонного разносится по всему храму, а акустика в храмах хорошая. Ну это совсем диссонанс такой, который просто как ножом по сердцу. И поэтому везде желательно при входе в храм выключать звук телефонов, чтобы не было никаких звонков, чтобы не было тем более разговаривать по телефону в храме. Ну это просто нонсенс, так нельзя. То есть вот эти все моменты, они, конечно же, рассеют. И поэтому здесь вполне нормально сделать не замечание, а просьбу выразить человеку, что можно, мы помолимся, чтобы вы не мешали, выйдите в притвор, там поговорите. Да, самое главное, чтобы с любовью нам это сделать. Вот это я сразу оговорил, что с любовью, со смирением, без укора, без раздражения. Что делать вообще с освященным маслом? Оно остаётся, люди берут с собой, что с ним дома делать? После соборования действительно специально люди берут масло, приносят свои пузырёчки, набирают маслице, потому что священник заранее освящает больше, чем нужно для соборования. Прям бутылочку освящает масло и потом раздаёт это всем желающим, чтобы они им пользовались в домашних условиях. Но для чего его можно использовать? Для того, чтобы дома помазывать что-то больное. Ну, допустим, там плечо болит, там, не знаю, или ухо стреляет, или ещё что-то. Прям раз пальчиком помазали, это даст облегчение и выздоровление принесёт. Дальше. Это масло также можно добавлять в пищу, потому что оно растительное, в нём никакой химии, ничего там нет. Оно просто масло, оливковое или подсолнечное масло, то есть оно совершенно свободно может управляться в пищу, ничего там плохого нет. Поэтому по капельке добавлять в какие-то свои, так сказать, продукты, приготовленные для употребления в пищу, тоже это освещение пищи. Опять же, это масло будет воздействовать ещё изнутри. Ну, мало ли, у кого-то желудок больной там или ещё что-то. Также это на пользу пойдёт всякому употребляющему маслу. Вот самые простые применения. Есть ещё звонок, послушаем. Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, послушаем. Отец Евмине, Галина, мир вам. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня после перенесённого коронавируса обострилась рассеянность. Отвлекаешься дома при чтении домашних маид. Также трудно удержать внимание на церковной службе от начала до конца. Что-нибудь можете мне посоветовать? Спасибо. Да, спасибо за звонок. Ну, действительно, мы пережили ведь вот такие непростые времена коронавируса, в которые многие даже и умерли от этой тяжёлой болезни. Ну, и тем не менее, вот мы продолжаем жить. Может, какие-то последствия у каждого. Ну, и в том числе и я болел этой болезнью, да и все. Я думаю, не осталось никого, кто бы ей не переболел. И у каждого по-своему она отразилась. Если что-то с внутренней концентрацией внимания произошло у вас, то я думаю, всё-таки надо постараться потренировать её. То есть она как мышца, да, если человек не тренирует мышцы, то они атрофируются, они перестают быть такими функционально правильно, так сказать, натренированными. А рассеянность – это внутреннее расслабление, внимательное созерцание самого себя и того, что происходит внутри. То есть постарайтесь всё-таки себя потренировать, то есть собираться сознательно внутри себя, так сказать, в кучку собираться и волю к этому прикладывать. Ну и если трудно, не получается, ну здесь уже Господь, видя вашу немощь, Он вас не будет на это, так сказать, за это наказывать не будет. Налагать из-за этого на вас какие-то эпитемии Господь не будет, потому что Он видит причину, что вы хотите, но у вас не получается. Поэтому здесь по возможности всё-таки старайтесь себя взять в руки и натренировать, опять внимание это, вернуть себе и просить у Бога помощи, конечно. Господь ведь всё может дать, тем более, что сейчас мы говорим о соборовании и о исцелении любых болезней и последствий тех или иных заболеваний. И вот если вы собораетесь, то да, таинство соборования в том числе и это может вам восстановить, то есть эту рассеянность убрать. Знаем, что семь евангельских отрывков читается, да? Как они выбираются, эти отрывки? Так как соборование направлено на исцеление души и тела человеческого, то и эти отрывки все связаны так или иначе с исцелением людей, с призванием помощи Божьей в тех или иных обстоятельствах. И, конечно же, они направлены именно на это. То есть мы из этих евангельских моментов приобретаем опыт такой внутренней духовной жизни, связанной с исцелением человеческим. То есть то, ради чего, собственно, мы на собор они и пришли. Давайте прям по пунктам разберём. То есть первое – это о милосердном сомленении. Притча, которую Господь рассказал в ответ на вопрос, заданный ему, что такое милосердие, кто есть мой ближний, да? Он рассказал, что был человек, которого разбойники ограбили, избили. Он лежал при дороге. Часть там священники, левиты прошли мимо него. Но самарянин остановился, ему помог и, кстати, возлиял на его раны масло и вино. То есть он таким образом… Здесь прям явные указания на таинство соборования. Потому что мы во время соборования используем масло и вливаем туда когор как символ крови Христовой, а масло как символ благодати Божией. Поэтому здесь тоже мы в этой притче это всё видим. И дальше самарянин посадил его на своего осла, привёз в гостиницу, оплатил проживание и сказал гостинику, что когда я буду возвращаться, я ещё заплачу, если что-то там больше израсходуешь на его лечение. То есть мы здесь видим яркий такой вот прям намёк на соборование. Масло и вино здесь используется. Ну и, конечно же, речь о милосердии Божьем, потому что Господь все свои притчи, которые Он употреблял для вразумления учеников и прочего народа израильского, эти притчи не выдуманы. Это всё из жизни происходящее. То есть в случае с этим самарянином и избитым, ограбленным человеком есть даже место на дороге из Иерусалима в Орехон, где это произошло. И там прям вот, ну, знающие люди говорят, вот именно здесь вот эти события произошли. Поэтому здесь всё взаимосвязано. Да. Второй отрывок называется «Обращение Закхея». Закхей – мотарь, который в своей, так сказать, прошлой жизни, он очень много ограбил людей, потому что имел такую возможность, так как был, ну, как сейчас называют, налоговиком. Да, тогда мотари их называли, собирал дань для римского кесаря, ну, естественно, и себе что-то удерживал от этого. Но так как он обратился, уверовал в Бога, и сам Господь к нему пришёл, он покаялся и сказал, что всё, что я сделал плохого, я постараюсь загладить и возвращу. И вот всё, что у меня… В четверо ещё. Да, кто-то, если вот придёт ко мне и скажет, что я ему должен, я ему не просто долг верну, а ещё и в четверо больше, того долга возвращу. То есть это тоже указание на соборование, потому что мы, напомню, мы должны покаяться в том, что мы помним из грехов. И тогда Господь приходит и исцеляет нас через соборование, то, что мы уже не помним. То, что Закхей говорил, вот всё, что помню, всё, кто ко мне обратится, что не вспомнил, приходите, обращайтесь, я буду помогать. То есть здесь тоже есть такое пересечение с соборованием. Третий отрывок о призвании апостолов Господом и послании их, да, на пробовать на исцеление болящих. Мы, читая Евангелие, видим, что к Господу народ приходил в большей части для исцеления, и он исцелял всякого к нему приходящего. Это служило, как сейчас говорят, рекламой, притягательным моментом в проповеди Христовой, кроме того, что он ещё и другие чудеса совершал и говорил о спасении души. Но большая часть народа, простого народа, который, может быть, даже и не задумывался о своём спасении, они поначалу приходили для того, чтобы исцелить свои недуги телесные. Собственно, и апостолов Господь послал с тем же послушанием «Исцеляйте, помогайте». Это всё было, так сказать, им передано, самим Господом, а апостолы передали своим последователям, епископам, священникам. И мы видим, что здесь как раз также на Соборовне указывается, что он послал апостолов для исцеления. «Исцеляйте всех, кто к вам обращается». Собственно, поэтому мы, как их наследники, священники, сейчас также трудимся на этом же лоне и помазываем Соборовым для того, чтобы исцелить всех, кто обращается к Богу. Ещё один отрывок евангельский, который читается во время Соборовни, это об исцелении тёщи Петровой. То есть Господь перешёл в дом к апостолу Петру. Да, в Капернауме это происходило, и даже остатки этого дома сейчас можно, приехав в Капернаум, увидеть. Место, вот там фундаменты дома апостола Петра, где была исцелена тёща его. И, конечно же, здесь мы видим, что никто из людей не может исцелить человека, если нет на то воли Божьей. Также и здесь мы видели, что в этом евангельском чтении, что Господь пришёл в дом Петра, сказали наверняка ему, что тёща больна, и сам Господь подошёл, взял её за руку, поднял, она исцелилась. То есть мы здесь, опять же, видим прямое указание на действие Божьей благодати в момент исцеления. Потому что человек, особенно неверующий человек, он связывает своё исцеление с лекарствами, с врачом, с какими-то обстоятельствами жизни, с чем угодно, кроме Бога. Поэтому здесь мы видим, что прям сам Господь показывает, что он исцеляет, он берёт за руку, поднимает и исцеляет. У него горячка была, у него была температура большая. То есть это было чудо, действительно. Ещё не отрывок о десяти дебах. Десять дев, они разделились на две части. Одни мудрые, другие юродивые. То есть они все ждали Господа. Да, все были в ожидании пришествия Господа. Но мудрые собрали в своих сосудах елей для светильников своих, потому что Господь в ночи пришёл, то есть в темноте. А раньше не было электричества или ещё каких-то других возможностей, фонариков. Освещали горящими такими лампадами. Они сейчас продаются на Востоке. Такая бутылочка с носиком, где вот фитилёк вставляется, туда наливается маслица, горит этот фитилёк, маслица. Типа как лампадка, да? Как лампадка, да. Вот об этих вот светильниках, как раз говорится в этом Евангелии, масло было и у тех, и у других, но мудрые с избытком набрали масло, то есть что оно им хватило на всё время ожидания Господа. А вот юродивые, у них масло быстро кончилось, потому что не готовились они к встрече Господа. И здесь мы опять говорим о елее, который мы ярко видим, даёт освещение для душ мудрых, и когда кончается елей в сосудах, то душа погружается во тьму, как у юродивых жён. Поэтому здесь также соборование ещё по-другому, так сказать, чуть-чуть высвечивается с этого евангельского чтения, что мы здесь не только тело исцеляем, но и душу исцеляем, мы даём свет для души через это таинство. Здесь под елеем подразумевается «добрые дела», что они собрали? Ну, конечно же, да. То есть те добродетели, которые Господь призывает творить в этом мире до скончания человеческого века, это как раз и есть «добрые дела», тот самый елей, о котором говорится в этой притче. То есть если мы делаем «добрые дела», то у нас в душе скапливается елей милосердия, елей смирения, елей терпения, елей веры и прочих добродетелей христианских, которые в сердце человеческом могут увеличивать своё количество, а могут уменьшаться по мере жизни человеческой, потому что, если брать юродивых, то им тоже был дан елей во время, например, крещения или причастия, но они его быстро израсходовали, он исчез у них, то есть душа осталась пустая. И свет, он исчез в их душах, как встретить Бога без света. Во тьме Бог не приходит, только во свете. Поэтому мы здесь явно видим такой намёк, аналогию на то, что через соборование мы не только тело, но и душу освещаем и для души приносим большую пользу, то есть елей, и не на тело только возливаем, но и на душу, что приносит великую радость. Да. Шестой отрывок, он говорит об исцелении дочери Хананиянки. Мы только недавно, только в одной из передач нас рассматривали. И псы едят, да, крупицы, падающие от стола господ своих. Действительно, самарянка Фатиния действительно обратилась к Богу и просила-то даже не за себя, а просила за свою дочь бесноватую, то есть болящую дочь. И мы видим, что в этом случае опять же речь идёт о исцелении уже не тела, а души. И это опять же, так как это во время таинства соборования читается Евангелие, то это прямое указание на то, что соборование исцеляет не только тело, но и душу, и даже бесноватым помогает соборование, ну, как в случае с самарянкой, с Хананьянкой, дочь которой была бесноватая. Мы видим, даже она не являлась от рода израильского, то есть она была иноплеменницей. Но по просьбе апостолов Господь и ей помог. Поэтому по просьбе священников во время соборования Господь помогает всем, кто в таинстве соборования участвует. Да, седьмой отрывок о призвании мытаря Матфея. Так же, как и Закхей, был налоговик, только в другом городе. Если Закхей в Орихоне, то Матфей, он в Каперномуме, по-моему, был. Ну, удивительное такое его обращение произошло. Ну, представьте, вот он сидит на своей работе, собирает, так сказать, денежку, мимо него идет Господь, и Господь говорит, Матфей, следуй за мной. И он встает и идет за ним, то есть бросает все. Как, впрочем, и в случае с апостолами, которые рыбу ловили, Петр, Андрей, Яков. То есть он сказал так, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами душ человеческих. Так же и здесь. И вот это послушание Матфея здесь нам дает возможность понять, как мы можем последовать за Господом, чтобы, исцелившись после соборования, не приобрести еще худших потом болезней. То есть наше послушание Богу должно быть вседневным, в течение всей своей жизни, чтобы мы, получив исцеление от болезней, освобождение от забытых грехов, больше не собирали этих тяжестей ни на теле, ни на душе своей через послушание Богу. А зачем вообще Господь пускает болезни и скорби? Для нас болезнь – это всегда беда, это всегда несчастье, это всегда что-то такое свалившееся, да, и жизнь, так сказать, не удалась. Сразу в мыслях у людей, особенно если тяжелые болезни. Но на самом деле есть фраза Господа в Евангелии, и Он говорит «Кого люблю, того и наказую». Господь, Он хочет, чтобы мы спаслись и жили в раю не здесь, здесь мы временно находимся, а там уже после кончины нашей, чтобы мы там вошли в Царство Небесное. А часто это противоположный совершенно момент. То есть тот, кто здесь живет хорошо, там он попадает в ад. Это мы видим по другим евангельским чтениям, Господь об этом часто говорит. Где Абрам и Лазарь, да? Да, 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 много таких моментов, где мы видим, что вот здесь человек наслаждался жизнью, а потом пошел в ад. И наоборот, мы видим того же Лазаря, который здесь страдал, весь с труп их лежал и там перебивался какими-то объедками от стола богача этого. Но там он попал в рай. И поэтому болезнь – это посещение Божие, во-первых. Мы должны это четко уяснить. И во-вторых, если Господь нас посетил болезнью, значит, нам это нужно для нашего исцеления духовного. Или для того, чтобы удержать нас от каких-то поступков, которые, будучи здравыми, мы совершили бы обязательно и в итоге попали бы в ад за эти поступки. Ну, больной человек много чего не сделает, то, что сделал бы здоровый. Ну, например, если взять алкоголизм, то если у человека есть такое пристрастие, то чем его остановить? Болезнью печени, болезнью, там, не знаю, сердца, там, а еще чем-то. То есть человек видит, что он, напившись, у него начинаются проблемы со здоровьем вплоть до кончины могут эти проблемы быть. А кого-то это и не останавливает. Кого-то нет, ну, всякие люди. А кого-то именно это и останавливает. Я таких людей знаю, когда они поняли, что все, ну, нельзя пить, иначе умрешь просто. И болезнь, да, прекращала продолжение страстей. Так же и с другими заболеваниями. Ну, часто люди, которые наносили удары, например, рукой другого человека избивали по той или иной причине, да, из-за гнева или из-за каких-то других там моментов жизни, часто эта же рука потом начинает болеть. И может даже быть обездвиженная. То есть мы помним, как монах в Иверском монастыре на Афоне ударил икону Богородицы ножом, да, и Иверская икона, у нее из раны на щеке потекла кровь. И сейчас это можно на Афон приехать, увидеть эту иконочку и капельки крови там высохшие. Но этому монаху было сказано, что рука твоя будет наказана за это. Ты прощен, он каялся долго, но рука будет наказана. И рука у него болела всю жизнь. То есть мы видим, что каждый раз, когда мы что-то делаем, мы неправильны против заповедей Божьих. Мы таким образом себе же набираем потом болячек. То есть для нас такой вот звоночек каждый, да, задумывается, у кого что болит. Да. О чем это говорит? То есть о каком грехе надо задуматься, чем же мы грешим. Святые отцы так часто говорили, что каким органом телесным ты согрешаешь, тот орган и будет у тебя болеть. У нас осталось не очень много минут, пять минут. Поговорим о воскресных ближайших событиях, да. Тут сразу несколько событий. У нас Благовещение, да, и Крестовоздвижение. Все, так сказать, совпадает. Да, вот о Благовещении. В этом воскресном, да, дне предстоящем. Конечно же, Благовещение – величайший праздник, когда Матерь Божия в трехлетнем возрасте была приведена своими родителями в храм Соломона в центре Иерусалима находившийся и передана в руки своего дяди, мужа, тети Елизаветы, да. И Захария ее ввел, трехлетнюю девочку, даже не в храм, а в алтарь, в святая святых, где она жила до своего совершеннолетия, где к ней являлись ангелы, где она в молитвенном предстоянии пред Богом служила Господу до совершеннолетия. И уже таким образом была подготовлена и защищена Господом от всякого нечистого образа, действия, слова и прочих нападок бесовских и человеческих, которые могли бы с ней произойти в жизни, да, в мирской жизни. То есть фактически мы видим здесь ее монашеское жительство в храме и служение Богу, монашеское служение в храме. И когда она вышла из храма и стала жить с Иосифом Обручником уже в Назарете, тогда и явился архангел, говорил и сказал, что от тебя родится Господь Иисус Христос, Спаситель мира. И ее воспитание от родителей, от дяди, от того, что она в храме приобрела ее, так сказать, сподвигло на правильное восприятие этого благовестия. Она сказала, я раба Господня, да будет мне по воле Его. Удивительным образом через это совершилось вочеловечение Бога. И этого момента Господь, так сказать, ожидал и выстраивал все события жизни рода человеческого более пяти тысяч лет. Только в этот момент Он смог прийти в земной мир, через Пресвятую Богородицу родиться и спасти род человеческий. Да, и одна минуточка о Крестопоклонной. Крестопоклонная неделя, она является средней частью поста великого. И для того, чтобы нас укрепить, потому что уже силы, может быть, там не такие, не такие мы бодрые во время поста, и физические, духовные силы, для укрепления выносится крест, полагается посреди храма, и всякие желающие приходят и прикладываются к нему. У нас в монастыре крест с частичкой Голгофы и с частичкой Животворящего Креста Господня. Всех приглашаем. То есть вот вечера и в течение почти недели. В течение всей недели можно будет приглашаться, до пятницы. Да, мы говорим, что вы к нам приезжали. Вот, на сегодня это все. До свидания. До свидания.